Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим о времени Present Simple. Вы узнаете как простые, так и более сложные случаи употребления этого времени. В этом видео я расскажу о нем максимально подробно. И после просмотра этого видео вы сможете использовать это время в речи правильно и уверенно. Давайте начнем. Когда мы используем Present Simple? Первый случай. Когда мы описываем постоянные ситуации или состояния. Невременные. She lives in a house by the sea. Она живет в доме у моря. Она там постоянно живет. Невременно. My aunt works for a computer company. Моя тетя работает в компьютерной компании. Давайте посмотрим примеры с фильма. I work mostly from home. I'm a composer. Я работаю в основном из дома. Я композитор. Вторая ситуация. Когда мы говорим о чем-то в широком смысле. Это могут быть факты, о себе, других людях. Про то, что нас окружает, то, что нам нравится или не нравится. You cook tasty pancakes. Ты готовишь вкусные блинчики. He doesn't drive to work. Он не ездит на работу на машине. I don't like horror films. Я не люблю ужастики. Давайте посмотрим примеры с фильма. He washes dishes or takes out the garbage. He doesn't cook. He washes dishes or takes out the garbage. He doesn't cook. Он моет посуду и выносит мусор. Он не готовит. Третья ситуация. Регулярные повторяющиеся действия. Привычки. Также часто мы используем слова, которые показывают нам, как часто, с какой периодичностью происходит действие. Это наречие частотности. Always. Всегда. Often. Часто. Seldom. Редко. Sometimes. Иногда. Usually. Обычно. Really. Редко. Выражение времени. Once or twice a week. Один или два раза в неделю. Every now and then. Время от времени. Once in a while. Иногда. Изредка. Когда мы хотим спросить о том, как часто что-то происходит, мы используем вопрос. How often? How often do you eat out? Как часто ты ешь не дома? I eat out once a week. Я ем не дома один раз в неделю. Давайте посмотрим еще примеры. I go to bed at eleven p.m. And get up at seven every morning. Я ложусь спать в одиннадцать часов. И встаю всем. Каждое утро. I go to the gym twice a week. Я хожу в зал два раза в неделю. I play basketball once in a while. Я играю в баскетбол изредка. Давайте посмотрим примеры из фильмов. Every day he comes. Same time, same place. Here only. Every day he comes. Same time, same place. Here only. Каждый день он приходит в одно и то же время, в одно и то же место. Только сюда. Every morning I wake up without a scratch on me, not a dent in the fender. Every morning I wake up without a scratch, not a dent in the fender. Каждое утро я просыпаюсь без единой царапины. Целым и невредимым. Четвертый случай. Факты, которые являются неоспоримыми. Например, законы природы, научные, общеизвестные факты. Summer follows spring. За весной следует лето. Stress causes high blood pressure. Стресс вызывает повышенное кровяное давление. It snows a lot in mountains. В горах выпадает много снега. Давайте посмотрим пример из фильма. Worry, whales don't eat clownfish, they eat krill. Киты не едят рыб-клоунов, они едят krill. Более сложный случай употребления present simple. Первый случай. Мы используем present simple, чтобы говорить про события, происходящие по расписанию. Это могут быть расписания самолетов или поездов. Четкие фиксированные планы, которые идут по расписанию. Чтобы говорить про будущее в present simple, мы можем использовать термины выражения. On Mondays, по понедельникам. At 6 a.m. 6 часов. In May. My, in two hours. Через два часа. What time does the train leave? It leaves at 3 p.m. Во сколько отъезжает поезд? Он отъезжает три часа. My plane arrives at Nukeva airport at about 11 p.m. Мой самолет прибывает в аэропорт Nukeva около 11 часов вечера. The show ends at about 5 p.m. Шоу заканчивается около пяти часов вечера. Вторая ситуация. Когда мы рассказываем шутки, анекдоты, истории, пересказываем сюжет фильма или книги, комментируем спортивное событие. Рассказываем историю. This woman walks into a cafe, asks for a drink, and then sits down next to the window. Эта женщина заходит в кафе, просит попить, и затем садится рядом с окном. Комментируем спортивное событие. He runs to the penalty spot, and he shoots. Он подбегает в зону пенальти и забивает гол. Пересказываем сюжет. The film tells a story of a boy who lives in a big city. Этот фильм нам рассказывает историю мальчика, который живет в большом городе. Третья ситуация. Когда мы даем инструкцию. Чтобы не использовать поджигное наклонение, мы используем вместо этого present simple. Ты разбиваешь яйца в чашки и избиваешь их с помощью вилки в течение одной минуты. How do I get to the station? You go straight onto the traffic light, then to left. Как мне добраться до станции? Вы идете прямо до светофора, затем поворачиваете налево. Пример из фильма. And you take a taxi. А ты возьмешь такси. Четвертая ситуация. Мы также используем present simple в придаточных предложениях, когда говорим о будущем. После союзов. When? Когда. Before. До. As soon as. Как только. If. Если. I'll call you when I get there. Я позвоню тебе, когда я доберусь туда. Don't forget to ring before you go. I won't go out until it stops raining. Я не выйду, пока дождь не закончится. А теперь посмотрим пример из фильма. Now. If you get this diamond, you will have enough money, yes? If you get this diamond, you will have enough money, yes? Если ты получишь этот бриллиант, у тебя будет достаточно денег, да? Пятый случай. Мы также используем present simple с глаголами, которые описывают, что мы чувствуем. Наши мысли, представления, но не действия. То есть это глаголы состояния, но не действия. Например, like – нравится, dislike – не нравится, hate – ненавидеть, love – любить, want – хотеть, need – нуждаться, know – знать, remember – помнить, believe – верить, think – думать. I really love my job. Я действительно люблю мою работу. He hates traveling by plane. Он ненавидит путешествовать на самолете. А теперь давайте посмотрим, как образуются предложения в present simple. Утвердительные, отрицательные и вопросительные. Перед этим хочу отметить, что такие глаголы, как to have и to be, мы разберем в других видео, так как они являются исключениями из правил и требуют отдельного рассмотрения. Утвердительные предложения, когда мы что-то утверждаем. На первом месте у нас подлежащее. Субъект, который совершает действие. Мы его обозначаем – as. Подлежащее. Если подлежащее выражено местоимениями I, we, they, you, то добавляется глагол в базовой форме. То есть к нему ничего не добавляется. Мы всегда куда-нибудь выходим по субботам. Здесь же у нас подлежащее выраженными местоимениями he, she, it, то добавляется глагол с окончанием s, либо es. Он всегда пьет кофе после обеда. Он часто играет в теннис по выходным. Он смотрит телевизор слишком много. А теперь давайте посмотрим, в каких случаях добавляется s, а когда и es. s добавляется к большинству глаголов. Если же у нас перед why стоит гласное, то добавляется s. Если же перед why стоит согласное, то why меняется на I и добавляется и es. Study, studies. Fly, flies. Carry, carries. Worry, worries. Если слово заканчивается на s, s, h, c, h, x, то добавляется и es. Miss, misses. Pass, passes. Teach, teaches. Finish, finishes. Mix, mixes. Исключение. Have становится has. Do становится does. Go становится goes. А теперь давайте посмотрим на произношение s, i и es. s произносится после глухих согласных. Gets, takes, speaks. Z после звонких звуков. И гласных. Describes, hugs, leaves. Spends, agrees, stays. Is произносится после звуков. Z, j, s, sh, ch, x. Watches, misses, finishes. Также давайте обратим внимание, что наречить частотность обычно стоят перед основным глаголом. Например, He always drinks coffee after dinner. Always стоит перед глаголом drink. She doesn't often watch TV. Often стоит перед глаголом watch. Does she often watch TV? He always wears glasses. Always стоит перед wear. Предложение с глаголом be. Наречить частотности ставится после глагола. He is always late. Также usually, often, sometimes, everyday, rarely, мы можем поставить как в начале, так и в конце предложения. Sometimes she wears a woolen hat. We don't see them very often. Every day we go jogging. Наречие never – никогда. Мы не можем поставить в отрицательное предложение, так как never уже является отрицательным. То есть, в отличие от русского, в английском предложении не может быть два отрицания. I never eat junkie food. Я никогда не ем вредную еду. Мы не можем сказать I don't never eat junkie food. Так как в английском предложении не может быть два отрицания, как в русском. Теперь посмотрим отрицательное предложение. На первом месте у нас подлежащее. Затем do not, либо сокращение don't. Для местоимений I, we, they, you. Затем следует глагол. Глаголу ничего не добавляется. I don't eat pizza every day. Я не ем пиццу каждый день. Если же у нас подлежащее выражено местоимениями he, she, it, то нам нужно вспомогать на глагол does not, либо сокращенная форма doesn't. Плюс глагол. В глаголы ничего не добавляется, так как у нас есть помогательный глагол doesn't. He doesn't usually drink coffee after dinner. Он обычно не пьет кофе после обеда. She doesn't often watch TV. Она не часто смотрит телевизор. Давайте еще посмотрим примеры отрицательных предложений из фильмов. I mean, he doesn't live with his parents. He doesn't live with his parents. Он не живет со своими родителями. None. I don't read novels. I don't read novels. Я не читаю романы. He doesn't eat meat. He eats fish, but not me. He doesn't eat meat. He eats fish, but not meat. Он не ест мясо. Он ест рыбу, не мясо. Вопросительные предложения. Если у нас подлежащее выражено местоимениями I, we, they, you, то нам требуется вспомогательный глагол do. После do следует подлежащее, затем глагол. Глаголу ничего не добавляется, так как у нас есть вспомогательный глагол do. Do they eat pizza every day? Они едят пиццу каждый день? Do you often go out on Saturdays? Ты часто выходишь куда-нибудь по субботам. Если же у нас подлежащее выражено местоимениями he, she, it, то нам требуют вспомогательный глагол does. Does на первом месте, затем следует подлежащее, затем глагол. К глаголу мы ничего не добавляем, так как у нас есть вспомогательный глагол does. Does he drink coffee after dinner? Он пьет кофе после обеда. Does she often watch TV? Она часто смотрит телевизор. Сейчас мы научились задавать общие вопросы, или как называют, yes, no questions, так как ответ на такой вопрос будет либо да, либо нет. Но если мы хотим узнать какую-то информацию с помощью вопроса, то мы используем специальные вопросы. Такие вопросы начинаются с специальных вопросительных слов. Давайте посмотрим на структуру такого вопроса. Она то же самое, что и в yes, no question. Только вопросительное слово будет стоять на первом месте. Вопросительное слово на первом месте. When, what, where, how, why, who. На втором месте у нас вспомогательный глагол do либо does. На третьем месте у нас подлежащее. Затем основной глагол. И остальные слова. When do I read? Когда я читаю. What do they watch on TV? Что они смотрят по телевизору? Where does Harry live? Где живёт Гарри? How does Lisa feel today? Как себя сегодня чувствует Лиза? Why does my cat eat chocolate? Почему мой кот ест шоколад? Who does she like? Кто ей нравится? Обратите внимание, когда мы задаём вопрос к подлежащему, то есть мы хотим узнать, кто совершает действие. Нам не требуется вспомогательный глагол после вопросительного слова. И к основному глаголу добавляется с либо и с. Кто живёт в этом доме? Джон живёт в этом доме. Давайте посмотрим ещё примеры из фильмов. Что ты покупаешь женщине, у которой всё есть? Как мы делаем мир намного лучше? Ты используешь компьютер на работе? Конечно. Друзья, спасибо, что досмотрели видео до конца. Надеюсь, вы узнали для себя много полезного. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди ещё много интересного. До скорой встречи. Bye!